Займите ваши места. Короткая мысль. Я давно понял, что чем больше ты хочешь запомнить, тем больше шансов, что ты забудешь. И если в начале дня есть список вещей, которые нужно сделать, которые нужно исполнить, выходишь из дома с мыслью, что ты что-то забыл. Интересно, что ближе к обеду ты уже вспоминаешь, что ты забыл, но уже поздно. Потому Священное Писание сравнительно не толстая книга. Вот Бог нам оставил Библию, которая не увеличивается количеством страниц. Это сравнительно не толстая книга, если мы берем для чтения на всю жизнь. Но в ней записаны основные мысли. Основные мысли, которые мы должны запомнить. И сегодня я хотел бы одну мысль, такую в начале нашего служения вам оставить. Это будет послание к Ефесянам. Пятая глава с пятнадцатого стиха. Послание к Ефесянам. Пятая глава с пятнадцатого стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И чем больше и чем чаще мы слышим эту мысль, тем меньше мы придаем этому значения. Самый распространенный грех среди верующих людей – это непрощение. И самое частое, что мы просим у Бога, это прости нам согрешение наше. Но в то же самое время, самый частый грех – это непрощение. Получается, мы постоянно говорим это, мы постоянно признаем то, что мы просим, Бог прощает. Но когда приходит ситуация в моей жизни, что-то мне мешает простить. И вот тут апостол Павел говорит, что поступайте осторожно. Осторожно. Я специально сегодня залазил в интернет, чтобы вспомнить, правильно ли я все запомнил с детства. Помните надписи «Не влезай, убьет». Может быть грубо, хотелось «Не влезайте» или что-то. Просто «Не влезай, убьет». Веришь этому, не веришь этому. Если влез, может убить. Нужно быть осторожным. И Писание говорит, поступайте осторожно, не как неразумные. То есть мудрый человек, он поступает осторожно. В чем же нужна осторожность? В том, чтобы дорожить временем. Дорожить временем – это придавать ценность времени. Смотрите, это же, когда я дорожу работой, когда я дорожу учебой, когда я дорожу семьей, когда я дорожу отношениями дружескими или родственными, я прилагаю к этому усилия, и я боюсь это потерять. А Писание говорит, вы дорожите временем. Дни на земле настолько короткие, и кто смотрел на прошлой неделе похоронное служение, одно из Госпел Мишен Ричорч, если я не ошибаюсь, другая из Сол, там парень и девушка 21 и 19 лет, просто погибли. Трагично. Их сбила машина, и жизнь закончилась. И у этой девушки показали интервью, как она мечтала в 21 выйти замуж, как она мечтала в 24 закончить свое образование, построить карьеру и работать дальше. Но все закончилось в 19. И вот Писание говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Лукавство дней заключается в том, что все, что нас окружает, то, что мы называем комфорт, оно ворует у нас время. Телефон наш главный помощник, он же и главный вор нашего времени. Айпад, планшет, лептап, то, что нам должно помогать, оно ворует у нас время. Про телевизор я не говорю, говорить бессмысленно, его почти никто не смотрит. Только настолько гаджеты воруют наше время, что даже телевизор уже никому не интересен. кроме как, возможно, дети играют какие-то на нем игры. Дорожите временем, потому что дни лукавы. И вот проходит день за днем, месяц за месяцем, год за годом, и я много времени трачу впустую. И один человек сказал, что богатые люди никогда не спят в 8 часов, потому что спать треть жизни – это роскошь. Я перефразирую этого человека. Христианин не спит в 8 часов, потому что проспать треть жизни, а потом вторых, две трети бороться со грехами – это большая роскошь. Люди мира сего понимают, чтобы заработать много денег, ты жертвуешь сном, ты где-то жертвуешь приемом пищи, где-то жертвуешь отдыхом, для того, чтобы заработать много денег. Но не все христиане почему-то понимают, чтобы достичь неба, нужно жертвовать чем-то. Нам не хочется жертвовать ничем. А Писание говорит – дорожите временем, потому что дни лукавы. И не будьте нерассудительны, нерассудительны. Нерассудительный человек – это тот, который не рассуждает. Зачем ты живешь? Чтобы жить. Зачем ты работаешь? Чтобы было больше. Зачем ты основываешь семью? Люблю там или еще какие-то причины. Но христианин отвечает на вопрос – зачем я живу? Чтобы достичь неба и чтобы свидетельствовать о Боге. Причем свидетельствовать – это не передавать информацию, которая меня не касается. Свидетельствовать – это передавать то, что внутри меня. То, чем я живу. То, за что я переживаю. А если я ни за что не переживаю? Один умный человек сегодня сказал, посещение утреннего воскресного собрания – это то, как я отношусь к церкви. Посещение вечернего воскресного собрания – это то, как я отношусь к проповеднику. Посещение собрания среди недели – это то, как я отношусь к Богу. Дорожите временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Писание говорит, все мы чего-то достигли в определенный период времени, в определенный период жизни. Но дальше познавайте, что есть воля Божья. Нельзя сказать ребенку – не расти. Нельзя сказать человеку – не старей. Нельзя сказать – остановись. Жизнь продолжается. Но почему-то в духовной жизни не хочется расти, не хочется узнавать больше, не хочется развиваться в каком-то служении, не хочется искать себе. И самое главное – познавать, что есть воля Божья. Я открою секрет. Для каждого из нас она своя. Поскольку Бог каждому уделил особо, значит, для каждого из нас она своя. Но человек, который не желает познавать, что есть воля Божья, он подобен тому, кто получил один единственный талант. Единственный. И что он с ним сделал? Закопал и отдал господину, когда господин вернулся. И что сделал господин? Он рассердился, потому что сказал, я тебе дал меньше, чем всем, но даже то малое, что у тебя было, ты не развил, ты не приобрел, ты не отдал миновщикам и не употребил. Поэтому тот, кто не познает волю Божью, он не рассудителен. То есть он не рассуждает, он просто живет, чтобы жить. Но придет момент, и наша жизнь коротка, сравнительно коротка, потому что в сутках всего 24 часа, в неделе всего 168 часов, в году 365, иногда 366 дней. Жизнь коротка, и самой жизни 70 при большей крепости 80 лет. И Писание говорит, дорожите временем, потому что не каждый из нас доживет до 80. Никто из нас не знает своего срока, назначенного Богом. И нам нужно рассуждать, нам нужно познавать волю Божью. И сейчас мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы в этой молитве наше сердце было открыто к тому, о чем сегодня будут говорить проповедники, о чем сегодня будут петь певцы, о чем сегодня будет стих, чтобы все, что происходит на этом месте, куда пришел сам Бог, оно было нам в назидание, чтобы это время, этих два часа, проведенных в Доме Божьем, мы не потратили впустую. Потому что это воскресенье больше никогда не повторится. Будет другое воскресенье, будет третье воскресенье, будут другие даты, другие дни, но именно это служение никогда больше не повторится. И все, что вы успеете взять сегодня, оно останется с вами. Все, что вы пропустите сегодня, оно может никогда больше к вам не вернуться. Поэтому давайте будем дорожить временем, потому что дни лукавы. Аминь. Встанем на наши ноги. Также в начале нашего служения мы помолимся за Леонида Андреевича. Он проходит процесс восстановления, реабилитации. Я надеюсь, в скором времени мы услышим его слово, увидим его самого, поэтому будем молиться, чтобы этот процесс ускорился. Продолжаем молиться за моего отца, Константина. Уже выпрямляется, скоро будет ровный, стройный, но для этого еще нужно время, поэтому тоже молимся. Также молимся за ситуацию на Украине, Белоруссии, России, чтобы Бог дал мудрости всем правителям, и все, что происходит, оно происходило правильно, и самое главное, так, как угодно Богу. Потому что Божью волю мы остановить не можем. Но мы можем молиться о том, чтобы что бы ни происходило в какой-нибудь стране, чтобы Бог продолжал спасать людей. Потому что по факту не важно, когда и как человек закончит жизнь. Важно одно, он умрет спасенным или не спасенным. Молимся.